всем привет обычно мы наряжаем елку сразу после роминого день рождения у рома день рождения 12 декабря ну и чтоб сильно нарядно не было у нас или ну как чувствовался праздник отдельно день рождения отдельно новый год поэтому мы наряжаем после роминого день рождения елочку и сразу после день рождения роман наш приболел в общем я как говорила до этого что он температурил там ну в общем пару дней лежал у нас очень-очень сильно болел не знаю может быть зубы может еще что-то не знаю что с ним было но сейчас этот вот все все у нас хорошо поэтому мы решили наконец-то нарядить елочку папа нам все занес с подвала у нас елка искусственная уже она у нас наверное да она была за год наверно рома пришел попозже за год наверно до именного рождения мы ее купили но значит ей лет 6 в общем это елки обычно мы раньше всегда покупали каждый год живую елку но потом мы решили что это во первых это слишком дорого во вторых просто так елки тоже выкидывать постоянно вот это вот привозить их увозить до красиво живая елка я ничего против живой елки не имею но в общем наша ничем не хуже она пушистая красивая поэтому мы решили в этом году как и обычно все предыдущие года нарядить свою искусственную елку с роминого день рождения шары еще ни один не упал ну хотя вот один вот под сдулся видимо я думаю что плохо его завязали и где-то еще один был а вот он начал тоже немножечко сдуваться но еще висят все все шары в общем все на месте все висят в общем как ни странно в этом году они у нас еще вон все порхают начинаем елку наряжать будем или оставим на завтра но нет конечно мама шутит начнем сейчас я выстрелил наконец-то смотрите какой снеговичок снеговичок подпишитесь на мой канал спроси как у вас дела ребят но сначала скажи подпишитесь на мой канал а потом спроси ребят где новый год будете справлять рассказывайте пишите в комментариях можешь мама давайте я скажу где кто будет новый год справлять рома вас спрашивает мы с рома спрашиваем рассказывайте пишите в комментариях есть у кого-то настроение новогодние в этом году или у всех так же как у нас ну хоть хочется его как-то приобрести это новогоднее настроение но все никак на ромка но ради детей приходится и наряжать и все делать да сынок это любимых маминых волос и да так ну вот я поставила нашу елочку а вот она у нас пушистенькая красивенькая елочка сейчас будем наряжать да ромаш будем наряжать ну да роман уже тут разбирает потихонечку разбираешь наряжать мы будем в золото красном цвете вот этими золотыми и сейчас достану там красный у нас еще есть в общем все увидите да роман наша первая игрушка пошла ромашка будет вешать да давай сыночек получается давай мама поможет вместе давай но не так держи же и я я тебя должна этот вот так давай вместе отсюда нет отдел все отпускай висит все молодец умница давай следующий вот такие у нас игрушки будут эти я в прошлом году покупала в глобусе не помню сколько они стоят тут разные есть шары и сосульки по моему разноцветные вот такие а эти я покупала на амазоне выписывала с амазона ну цену я не помню это тоже было по моим в прошлом или позапрошлом году но вот эти точно я в прошлом году глобусе купила не получается вот сюда вешай вот сюда смотри вот на эту веточку вешай сначала ниточку да вот так вот умница ну получилось умница давай дальше молодец когда выпадает в германии снег меняют резину или нет конечно меняют даже если снег не выпадает по моим в конце октября где-то вот так вот или в середине октября меняют резину обязательно на зимнюю если у тебя не единосезонная резина то обязательно меняют у нас демисезонная резина в прошлом году конечно не меняли и поехали в снег это был это был трэш конечно мы там буксовали так что в этом году наш папа тоже не менял резину хотел поменять но так и не поменял но она у нас демисезонная но сказал вроде как поменяет если вдруг мы поедем снег что поедем на зимней резине в этом году так что обязательно обязательно меняют даже если снег не выпадает потому что бывает вот и такой предвещает морозы то обязательно при проезжает техника рабочие в общем посыпают и специальные машины солью дороги чтобы они не как летру в общем растаял такой вот вопросик так семья из россии пронькины у меня спрашивала наталья настя сама ногти делаешь да делаю сама ногти делаю сначала акрилом укрепление потом сверху цветным гелем покрываем начала это делать как только началась вот пандемия раньше ездила конечно в салон и дело в салоне естественно лучше делает но потихоньку учусь из-за того что нет возможности туда съездить ну как-то то они открываются то закрываются то тесты какие то еще что то но и в общем я решила что я буду попробую сама ну и вот начала сама делать и делаю уже сколько там два года длится наверно да это все вот как началось так я вот и делаю давай молодец так ну и на следующий вопрос сразу отвечу виктор мне как-то задавал вопрос бавария рус 174 канал его называется он задавал мне несколько вопросов сейчас я отвечу на этот вопрос который полегче для меня именно что когда поедете в казахстан я поеду в казахстан как только все закончится это вся болезнь вот это вот все все что происходит в мире тогда может быть я поеду в казахстан хотя скорее всего сначала мама ко мне приедет а потом мы уже сидим казахстан ну кто знает как получится так еще один вопрос отвечу сразу он у меня уже давно лежит я его откладывала все ждала когда мне саша поможет на него ответить в общем тяжело содержать две квартиры как с налогами виктор задал с баварии вопрос тяжелого ничего нет за все платит саша нет я шучу ну в общем одна квартира как бы ну нормально идет как обычно да как и ваша квартира а вторая квартира она сдается и как бы ну нет там никаких ну как мы также заполняем в конце года все эти налоговые как по-русски сказать декларации да ну все но в принципе ничего сложного нет да та квартира как бы сама себя окупает и все убираемся мы и все остальное ну как и положено также как и в мету все делают та квартира делает за себя мы за себя и все ничего сложного это не надо вешать это не надо нет это не надо это мы туда куда-нибудь уберем до комнаты или еще куда-нибудь в общем ответили на этот вопрос наконец-то смотрите что любовь мама волну мама волосы распустила ромка не отходят от моих волос да роман он так что мне горит я так люблю твои волосы дай-ка потрогать речи делает кот кот родился самого начала морлыка вот по нему до сих пор видишь там код тебе надо вот так чуть-чуть чтоб свет туда смотри у нас есть вот такие эти шарики с именами вот мы первый раз когда нарядили елку купили эти шарики и написали именно тогда у нас все рома не было вот этого шарика не было написали саша настя и давид и это было и написали это рома и написали 2008 год роман и вот они на каждом написано 2008 год а потом когда у нас появился роман дай мне свой шарик я покажу ребятам я ребятам пока покажу я покажу ну в общем такой же шарик написали роман и это было 2018 год здесь 2008 у него 2018 написано в общем вот такие у нас шарики у вас есть такие шарики пишите в комментариях кто-нибудь такое еще придумал или нет у нас это наша как бы семейная такая они у нас всегда и висят на ёлка каждый год когда мы наряжаем для романа на звездочке я звезда я наша елка уже почти готова ну да он еще не звездочка восходящая так в общем все давай продолжать наряжать мы еще конечно будет до следующего включения вот еще один вопрос не задали родители мужа на пенсии или нет папа как мне ответить на этот вопрос папа наш на пенсии да а мама мама на пенсии или как но она нет она не получает получается пенсию да ну пока нет еще не рома возмущается она не на пенсии она скажи еще у нас молодая совсем да совсем молодая у нас бабушка еще еще не на пенсию по идее в этом в прошлом году она должна была уйти на пенсию короче мы не в курсе я знаю что она бумаги собирала но этот документы спрашивал у меня еще какие-то не помню сейчас ничего в общем папа на пенсии мама еще молодая у нас в общем на этот вопрос ответить но уточним у бабушки наши на пенсии она или нет вам ответьте в комментариях напишите мне кстати на пенсии вы или нет чтобы мы тоже знали кстати бабушка наша тоже у нас это смотрит нас так что можете задавать в комментариях ей вопросы так еще один вопрос сейчас ответим массаж и надеюсь ответить пока пока сашка рядом короче я пользуюсь моментом а то ну я сама не могу на такие вопросы отвечать мне как бы это немножко а вот чтобы свое жилье приобрести наверно дорого как вот это купить что общаться вообще дешевики вообще построить любое уже как сказать бывшем употреблении либо новая еще дороже цены такие что вообще не реально в общем в общем очень дорого нам еще подтвердила что мы так как бы что по более-менее цене и ну уже как бы это пять лет назад купили на получается ровно так нет а нет феврале будет даже сейчас даже в таком доме будет как минимум двое не больше ну да ну в общем сейчас вообще очень очень дорогое ну два в два раза наверно точно подпрыгнули цены чем когда мы не падают все выше и выше я не знаю как но в общем дорого не только покупать и нету что да кстати в этот как нет и как это арендовать арендовать квартиру тоже это очень очень дорого стало у нас даже бабушка вот с дедом переехали сашины родители в одном подъезде получается вниз они просто на третьем этаже жили они съехали на 1 квартира меньше на одну комнату не знаю по квадратуре она меньше на сколько сошли нельзя но получается в общем квартирка намного меньше и получается им еще надо будет по моему 30 или 40 урм она сказала доплачивают они чем было в той квартире то было четырехкомнатная большая хорошая квартира а здесь ну маленькая да ну для двоих им в принципе нормально но все равно маленькая и на первом этаже и вот им придется доплачивать 20 20 или 40 не буду врать точно но короче придется доплачивать им еще за эту квартиру вот так вот вообще найти маленькую квартиру сейчас вообще нереально по крайней мере в ландштайне это очень дорого в нашем городе очень 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 дорого ну все мы ответили на все вопросы будем дальше наряжать нарядим и уже покажем вам по факту что у нас получилось все нарядили мы нашу елочку вот так вот она выглядит гирлянда у нас разными этими на три функции переставляются можно вот так посильнее дело там поменьше и таймер у нее есть что она по таймеру сама включается вечером а вот красивенькая елочка у нас получилось не знаю нам нравится такая красивая вот так вот в темноте выглядит елка так ну на этом все мы пошли кушать ромка говори пока всем пока пока и и и